Два года ожиданий и вот торжественный момент настал. Ключ от нового интеллектуального центра переходит ректору Северного Арктического Федерального Университета из рук генерального директора компании-застройщика ЗАО «Ойкумена». Для нас был это удивительный опыт. Мы в Архангельске до этого никогда не строили, не работали. Сложный объект, но очень интересный. Опыт компании получила большой и позитивный. Понравились и люди, и САФУ понравилось, и профессиональное отношение к делу очень понравилось. Оцениваем на отметку 5 с минусом. Причем минус, потому что я не идеалист, любая стройка, она проблемная. Здесь были проблемы с грунтами, это все-таки север. Мы не ожидали таких сложностей с основой здания. Ну, благодаря опыту и подсказке хороших проектировщиков вышли очень удачно. После перерезания ленточки первый по коридорам нового центра проходит маленькая Елизавета, правнучка Евгения Ивановича Овсянкина, имя которого будет носить библиотека САФУ. Теперь в этом здании накопленные веками опыт и знания можно будет получить при помощи всех доступных современных технологий. Ориентироваться в библиотеке можно при помощи этого интеллектуального стола, но движение руки может вывести на экран поэтажный план и найти любой необходимый кабинет. Кстати, это устройство – подарок библиотеке от организации и застройщика. Сегодня можно с уверенностью сказать, что библиотека имени Евгения Ивановича Овсянкина станет еще одной достопримечательностью нашего города. Здание было построено в рекордные сроки. Три года назад мэрия города согласовала выделение земельного участка и разработала градостроительный план. Муниципалитетам обеспечена и транспортная доступность библиотеки. Мэрией зарезервировано место для строительства дороги от съезда с моста до проспекта Ломоносова. Замечательно, что услуги информационного центра могут получать не только студенты Северного Арктического Федерального Университета, но и студенты вузов, СУЗов, школьники города Архангельска. И любой житель города Архангельска может здесь получить информационную услугу. Это все будет способствовать новым открытиям, новым идеям наших будущих молодых ученых. Тех, кто будет продолжать дело наших земляков Михаила Васильевича Ломоносова, Ксении Петровны Гемб и многих других наших замечательных земляков. Инфраструктура библиотеки создана для работы людей, чьи физические возможности ограничены. Здесь даже комната отдыха оборудована с использованием тактильных и звуковых эффектов для слабовидящих и слабослышащих людей. В библиотеке работает Центр инклюзивного образования. Продуманы условия для молодых родителей. Пока мама и папа будут постигать научные труды, их детишек займут в Центре развития ребенка. Площадь новой библиотеки 16 тысяч квадратных метров. И на этом интеллектуальном пространстве найдется место каждому, кто открыт новым знаниям и большим успехам. Екатерина Грицыенко, Ольга Прасулина, Панорама Севера.